Когда руководитель организации прошел через определенный этап осмысления перспектив организации, своих перспектив в организации и осознал, что для него в организации нет перспектив и не перспективно оставаться руководителем. Может быть нет ресурсов, ощущения дальнейшей полезности нет, нет желания, а может быть есть как раз удовлетворенность в достигнутом, ну и вот ощущение усталости. И кажется, что для организации было бы хорошо, чтобы пришел человек с новой силой, с новыми идеями и продолжал развивать. Иногда уход это благое дело. И вот если руководитель организации все-таки принял решение завершить свою работу в качестве руководителя, лидер, что делать? Какие практические рекомендации могли бы быть здесь уместны? Ну, во-первых, необходимо передать определенную атмосферу и, я бы сказал, настрой лояльности к новому руководителю. В сильной организации лояльность сотрудников на самом-то деле должна быть не по отношению к лидеру и к руководителю. Ни в коей мере нельзя создавать такую команду, чтобы они почувствовали, что все в этой организации будет хорошо только потому, что вы находитесь в этой организации. И пока вы там, все будет хорошо. Как вы только уйдете, нужно увольняться или уходить, переходить куда-то в другое место. Лучше приглашать в свою команду, в свою организацию людей, чтобы они подключались ради задач, целей, миссии этой организации. Потому что вы не знаете, сколько Бог отвел вам-то дней. И настоящий лидер, он воспитывает лояльность не к себе, а лояльность к организации, к делу, к задаче, к миссии организации. И, естественно, при передаче полномочий необходимо сотрудникам, друзьям организации говорить о том, что есть будущее. Я знаю, о чем говорю, потому что месяц назад завершил свою работу в качестве ректора Санкт-Петербургского христианского университета. И я заблаговременно, вполне искренно говорил, что Бог, начавший доброе дело в Санкт-Петербургском христианском университете, будет продолжать до конца. Потому что все, что значимо в этом мире, имеет свое будущее, благодаря Богу. И Бог, который основал наше учебное заведение, благодаря тому, что у него были люди верные, которые прониклись его замыслом. Они учредили это учебное заведение. Вот Бог будет продолжать это дело и в дальнейшем. Я сделал свой вклад, свое дело, но новый руководитель с людьми, которым Бог ему даст, которых он сможет сподвигнуть на работу вместе с ним, он будет продолжать миссию университета. Уходить нужно обдуманно, но быстро. Я понимаю, что решение об уходе никогда не принимается самостоятельно. И так даже рекомендуют. Некоторые мои коллеги, которые меня знали, они, предваряя, что когда-то все равно я уйду, они говорили мне, не принимай решение самостоятельно. Вот один из руководителей, которых я знаю, он вспомнил жизненную историю, что он уходил из одной организации. Ему казалось, что перспективы в новой организации, все он там сделал хорошо, уходит он без всякого облака, без всякого дыма, все спокойно. Но особо не советовался своей женой, ну как бы все понятно. Но оказалось, что переезд в другой город и вхождение в коллектив в любом случае повлиял на нее сильно. Она не была готова к этим переменам. Так что здесь множество факторов, которые нужно учесть. Коллеги, сотрудники, друзья. Это те люди, которые могут помочь принять решение правильно и продумать, как сделать этот выход. После принятия решения о том, чтобы сложить полномочия, ну, наверное, нужно отойти от дела. И психологически, и юридически, и, в общем-то, социально ни в коем мере не быть участником принятия решений. Потому что может оказаться, что человек вроде бы уже и ушел, но все еще здесь. Все еще, в общем-то, влияет и принимает решение, каким-то образом стараясь завершить то дело, которое не завершил в свое время. Вот безупречность жизни руководителя требует определенной порядочности и безупречности во всех этапах. И нужно уходить безупречно. Кто-то сформулировал, что если человек хочет уйти, пусть уходит. Вот, на мой взгляд, если бы каждый человек, который подавал бы заявление об уходе, его просьба удовлетворялась, то люди были бы более, ну, как бы создалась бы культура, что не стоит принимать быстрые решения, не стоит манипулировать с этим. Не стоит, как бы, ложить там на стол взамен, получая более выгодные условия, более высокую зарплату. Либо в очередной раз выслушать, ой, Иван Иванович, как вы нам нужны, пожалуйста, не уходите. И некоторые люди в действительности не хотят уходить. Они об этом говорят, но уходить они не хотят. И когда я видел эти ситуации, когда один из руководителей общины или организации говорит о том, что он хочет уйти, и только он слышит голоса, да нет, пожалуйста, оставим, ну, если вы хотите, конечно, я останусь. Должна быть искренность. Прежде чем человек сменяет, как говорится, род, деятельность, уходится из организации, то, в принципе, нужно проявлять определенную мудрость. Может быть, не стоит принимать решения или планов, которые потом окажутся очень сложными для выполнения, для будущего руководителя. Ну, в любом случае, необходимо попытаться сделать максимально уход безупречным, не бросающий тень на нового руководителя. Ну, тут стоит вспомнить нам слова Иоанна Крестителя. Ему нужно расти, мне умоляться. То есть, оставить определенный положительный такой импульс, что придет новый человек, и он будет трудиться. И, конечно же, если человека попросят, можно там выступать в качестве помощника в том или ином виде. В одной из книг я познакомился с интересной идеей о том, что когда человек передает полномочия, ну, в нем проявляются определенные какие-то свойства или какие-то качества характера. И кто-то даже сформулировал о том, что, ну, вот есть неопределенные типажи людей, которые, ну, соглашаются уходить, но при определенных условиях, а кто-то даже не соглашается. Вот Джеффри Сонфелд в своей книге «The Heroes Forever» что происходит с исполнительными директорами организации, когда они уходят. Он сформулировал, что, в общем-то, существует четыре типажа лидеров, если проанализировать, когда происходит их уход из организации. Вот кто-то ведет себя как царь, кто-то как генерал, кто-то как губернатор, а кто-то как посол. Ну вот, давайте я постараюсь объяснить, как бы, следуя логике и идеям этого автора. Ну, царь – это, во-первых, человек, который ощущает себя как учредитель, спаситель, инноватор организации. Он привык к верховной власти, он долго был в этой организации, в какой-то мере даже написал историю своего правления. А цари от власти добровольно не уходят. Они при уходе делают все возможное, чтобы не уйти. Достойная замена у царей видится только в принце-наследнике. Вот когда в организации становится уже некий семейный подряд, и заменить может лишь только представитель нашего семейного клана. Никто другой, вне нашего семейства, в общем-то, не потянет этот проект. Не сможет возглавлять эту организацию. Генерал, руководитель, у которого была верховная власть, он правил личной харизмой, определенным своим авторитетом, он приказывал, держал всех в ответственности. И генерал не уходит с поля битвы. Единственное, что может позволить себе генерал, перейти в другую организацию на повышение, чтобы продолжать возглавлять старым подразделением. Вот так в действительности происходит периодически. Есть типаж людей, которых автор указанный называет посол. Это человек, который воспринимает полномочия как ему делегированное. Он адаптируется к среде и ситуации. Он нуждается в доверии изнутри. И его авторитет за счет принадлежности к чему-то. Ну вот быть послом в Соединенных Штатах – почетно. Быть послом в небольшой африканской стране – да. И в принципе сменить дипломатическое представительство с одной стороны на другое – все зависит, кого ты представляешь или в какой стране ты находишься, представляя, может быть, маленькую-маленькую страну. Вот он уходит с удовольствием, если за ним сохраняется роль влиятельного посредника, дипломата, без которого дело не состоится. И он всегда ищет замену на свое нагретое место кого-то, кто может сделать работу, а он готов перейти на что-то другое. Ну и есть типаж людей, которых называем губернатор. Это надежный, способный, слуга отечества, выполняющий порученное дело в определенный срок. И он уходит или его меняют после выполнения определенной задачи. Он готов уйти, как только закончились сроки полномочий. Направлял всю свою энергию на выполнение задач. Но верит в будущее. Надеется, что на его место придет кто-то другой, который будет заниматься здесь руководством. Он, в принципе, не готовит себе замену. Но когда он работает, он делает все то, чтобы обучить людей, способных к выполнению губернаторской роли, роли руководителя в любом месте. Он очень заинтересован к тому, чтобы люди могли научиться от него. Я знаю очень различные мнения о Юрии Михайловиче Лужкове, о его деятельности. Но в одном источнике я прочитал, что Юрий Михайлович за годы своей работы в качестве мэра Москвы подготовил очень много заместителей, которые потом пошли на повышение и возглавили какие-то определенные хозяйствующие субъекты. Он смог обучать людей и прививать им какие-то определенные качества. Они черпали от него определенное умение управлять большим городом. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Вот с чем сталкиваются уходящие руководители? Ну, с определенной потерей самоидентификации. Кто я теперь? Меняется очень много в жизни человека. Меняются определенные там Ну, не то, что льготы. У человека уже Например, на территории он может своего предприятия уже проходить по пропуску. А может быть, уже и пропуск у него заберут. Если раньше он встречался его воспринимали как руководителя то на сегодняшний день его не воспринимает руководителя и ему приходится вот как-то внутренне все это переварить. Он сталкивается с тем, что ну, не обязательно он дорожил контролем но уже на какие-то процессы он просто не может повлиять. Он теряет определенный контроль. Если он был очень информирован какие-то там финансовые вопросы другие вопросы то сегодня он очень может быть и переживает за организацию там за хозяйствующий субъект но уже не настолько хорошо информирован. Возникает вопросы связанные с таким синдромом замены это вопросы наверное все-таки рано ушел нужно было не уходить. Зря. Или может быть синдром замены выражается в том новый человек который пришел точно не справится не он не потянет не того человека взяли с этим руководитель может сталкиваться и здесь нужна мудрость особая синдром неблагодарности он выражается в том что у человека может возникнуть ощущение острое которое раньше не переживал слушай сколько я там работал мне даже не сказали спасибо столько раз сколько я хотел бы благодарили но не так ни в такой степени ни в таком формате не отметили мой вклад мне кажется люди которые знают об этом до того когда они принимают решение об уходе из организации имеют определенную такую помощь в том чтобы не попасть в сеть и не допустить каких-либо ошибок мне очень помогло я разговаривал с людьми которые уходили из своих организаций определенные практические рекомендации и я хотел бы просто поделиться что на мой взгляд является ну вот таким полезным советом совет уходящим уходите полностью все доверьте богу иногда есть ситуация когда человек остается работать в организации это нормально если все стороны не возражают но уходить от ощущения ответственности необходимо потому что груз ответственности за организацию он всегда есть и ощущать что я она до сих пор ответственной ну во первых неправильно и раньше не нужно было ощущать это потому что все в руках божьих ну и уж тем более когда человек отошел от руководства организации все в руках божьих вот самое время когда человек уходит проникнуться особой степенью благодарности богу за то что бог позволил сделать это самое время по особому прочувствовать благодарность по отношению к людям которые вместе с вами трудились помогали сопереживали и в общем-то все достижения это их заслуга самое время по особому прочувствовать и выразить благодарность семье друзьям которые эти годы поддерживали способствовали молились доброе слово вам говорили не стоит наверное подводить быстрые итоги не стоит мыслить категориями ну вот таких знаете свершений которые останутся в памяти у людей на века вот позвольте истории сделать оценку вашим заслугам говорят что на самом-то деле человек который чего-то сделал достойно в жизни если через 70 лет будет помнить значит достойно хорошее или плохое достойно хорошее и недостойно плохое не стоит ожидать что организация которая возглавляет будет продолжать идти вашим курсом или тем курсом который вы разделяли и вообще-то защищали продвигали нет можно надеяться но ожидать не стоит потому что могут возникнуть новые ситуации новые перспективы новое видение когда для новой команды будет очевидно что нужно что-то изменить нужно доверить что команда которая возглавляет организацию из которой вы ушли не глупее вас когда вы работая в этой организации тоже смогли как-то сформулировать перспективы видения принимали решения во-вторых не стоит полагаться что эти люди остались без божьего руководства ну и в-третьих не стоит допускать то что никто не может в жизни ошибиться ну будут какие-то ошибки будут и потом осознание будут какие-то коррективы внесены в принципе для людей которые завершают многолетний труд ответственность самое время найти такое вот нейтральное место место для отдыха для чтения книг активного отдыха смена деятельности это прекрасно наверное очень хорошим советом для руководителей которые завершают руководство в какой-то организации если они не идут на повышение занимаясь ну вот практически тем же самым найти новое поле деятельности где человек сможет реализовать все свои таланты которые у него есть найти то место где он в действительности будет заниматься любимым делом где с его мнением будет считаться где он может увидеть перспективы для будущего где он сможет обладать определенными ресурсами ну и там где он хочет работать заниматься тем делом которым он хочет нам нужно внимательно следить за руководителями организаций коммерческих некоммерческих которые принимают решения возглавить эти организации почему мы можем извлечь полезные уроки для себя увидеть некую мудрость нам нужно внимательно следить и смотреть каким образом люди руководят организацией что они делают правильно в чем секрет их эффективности и имеет смысл наблюдать и извлекать полезные уроки когда мы видим что люди завершают свою работу чтобы увидеть секреты эффективного ухода безупречного ухода своевременного ну и такого что на него можно посмотреть как на достойный шаг на достойный поступок очень хотелось бы чтобы каждый из нас занимаясь тем или иным делом возглавляя ту или иную организацию думал не только об эффективности нашей работы в организации но включили бы и параметры завершения своей деятельности чтобы оставить в действительности положительный след и положительное наследие здесь нужна особая мудрость от Бога и здесь нужна особая мудрость и пример тех людей которые сделали правильное решение и своевременно и безупречно ушли до сих пор до сих пор Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok